Новое общежитие ВУЗа построят на пересечении улиц Гая и Врубеля. 16-этажное здание будет рассчитано на 90 квартир. Улучшены планировки для студентов и преподавателей. Стратительство уже идет. На это из федерального бюджета выделили больше 300 миллионов рублей. Провели уже работу реконструкции трансформаторной подстанции. Подвели площадки электричества, подвели сплавные сети. Смонтировали, вырыли котлован. В настоящий момент ведутся работы по забивке свай, обустройству подземной части и выход на уровень первого этажа. Еще один вопрос о заключении госконтрактов на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной программы по развитию авиационной промышленности. В конце 2016 года Минпромторг России объявил конкурс на изготовление новых материалов, в котором ВУЗ намерен участвовать. Объем научно-исследовательских работ составляет почти 400 миллионов рублей. Прописаны задачи этого проекта. Они связаны по широкому спектру применения новых технологий и новых материалов в конструкции планеров, в конструкции интерьера планеров, в конструкции механизации крыла самолета. Ну вот, хотели бы принять участие в выполнении работ. Для нас это особенно важно, потому что этот конкурс объявляется в Министерство промышленности и технологии. Нам очень важно в университет уходить, завязывать контакты с Министерством промышленности и технологий. Участники Совета обсудили и итоги работы ВУЗа за 2016 год. В апреле на орбиту с космодрома Восточный вывели спутник АС-2Д, разработанный в Самарском университете. Продолжается работа с крупнейшими предприятиями региона, такими как «Прогресс», «Кузнецов» и «Металист». Кроме того, Самарский университет уверенно повышает свои позиции в мировых рейтингах ВУЗов. «Потенциал есть для того, чтобы нам с каждым годом более активно продвигаться в этих рейтингах. А это влияет и на глобальный рейтинг. Впервые мы попали в рейтинг «Таймс», который мы попали в 800 плюс ВУЗов. Нас раньше там вообще не идентифицировали. Но это не означает, что мы все сделали далеко не все. Мы на первой ступеньке и продвигаться нужно нам быстрее, чем другим ВУЗам». Губернатор одобрил отчет ВУЗа и рекомендовал активнее набирать на обучение победителей Олимпиад. Когда мы итог подвели, сколько мы по итогам Олимпиад приняли? Мы приняли 16 человек в прошлом году. А Новосибирский университет принял 84. Это победителей Олимпиад по физике, химии, математики. Видите, как они работают и проводят? Если мы в срочном порядке не развернемся, мы будем терять. И нам будет очень сложно конкурировать. Эта тема очень важна. Кого будем учить и кто на выходе у нас будет. Это будут оцениваться рейтинги наши в программе 5-100. Также перед Самарским университетом по-прежнему стоит задача войти в топ-100 лучших ВУЗов мира. Лариса Шлафаст, Василий Калдашов. События.